Здравствуйте, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как заканчивается текущая неделя и обсудим, кто же сможет победить быки или медведи на этой неделе. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, под пристальным вниманием на этой неделе остается индекс S&P 500. На этой неделе мы смогли обновить локальные максимумы и сейчас делают все возможное, чтобы индекс удержать на исторических максимумах. Все коррекции, которые происходят, их откупают, поэтому мы видим повышенную волатильность как по этому инструменту, так и в принципе по многим. Поэтому сейчас ключевым событием будет являться то, сможет ли индекс удержаться на локальных максимумах. Давайте поговорим несколько о тех экономических данных, которые мы получали на этой неделе. В первую очередь обсудим новое количество заявок на пособие по безработице. Мы на этой неделе вновь видим рост, точнее рост был на прошлой неделе, данные вышли на этой. Вновь мы перевалили за отметку 1 миллион. Соответственно, сейчас мы, конечно, видим планомерное снижение данного количества, но сейчас произошел небольшой рост по сравнению с предыдущей неделей. Прогнозно ожидалось значение 1 миллион 78 тысяч, а вышло 1 миллион 100, то есть несколько выше, чем ожидалось, но пока не критично, то есть сильного рывка нет. Понятно, что условия коронавируса США все равно продолжает действовать. Ряд компаний пока все еще приостановили завершение локдауна, какие-то компании вновь закрывают свои двери, но тем не менее пока мы видим здесь несколько не самые приятные значения, по крайней мере для индекса S&P 500. Если мы опять же посмотрим на индекс, вчера мы видели довольно-таки, вчера в конце дня среды уже под закрытие торговой сессии мы видели снижение, в четверг оно продолжилось, но вторую половину торгового дня его откупали, пока выше локальных максимумов уйти не смогли, но вполне вероятно, что сегодня мы вновь можем увидеть этот рывок. Хотя сегодня пятница, также могут пойти фиксации уже прибыли и индекс может скорректироваться к концу торгового дня, но пока мы видим то, что все коррекции, которые были, все снижения, которые на рынке происходили, их откупают уже последние несколько недель, так точно. Что еще важно обсудить в этой связи, это текущее поведение, что в принципе является драйвером роста. Мы уже неоднократно об этом говорили, но я еще раз хочу обратить на это внимание. На сайте Finviz есть такая тепловая схема, которая показывает рост по компаниям, которые входят в индекс S&P 500. Здесь я взял значение роста, то есть кто вырос за последний год. И в принципе мы с вами понимаем то, что основными драйверами роста индекса S&P 500 являются технологичные компании, но наверное мы пока не понимаем в общей сложности, какой же они дали прирост. И если посмотреть, то есть фактически чем больше вот этот значок, тем больше вес в индексе S&P 500. То есть мы растем на технологиях. Microsoft за этот год 36%, Apple 61%, Amazon 78%, Facebook 31%, Google всех меньше прибавляет, порядка 17%, но также мы видим, что и вес этих компаний максимальный. Все остальные компании, которые входят в этот индекс, они такого роста не показывают. И фактически здесь может быть два момента. Технологичные компании могут в ближайшее время начать корректироваться и вновь реальный сектор начнет привлекать внимание на этом фоне, мы можем увидеть рост. Или продолжится рост как и технологичного сектора может быть не такой быстрый, но вновь начнут восстанавливаться компании из реального сектора. Поэтому фактически потенциал для продолжения роста он есть. Но рынку пока чего-то не хватает. Ждут позитива с точки зрения выборов. Сейчас Трамп несколько добрал пунктов в борьбе с Байденом на предварительных опросах, но пока еще несколько отстает. Это данные по вакцине от коронавируса, ну и безусловно ситуация вокруг именно распространения коронавируса, который сейчас преобладает. Поэтому неделя завершается пока на смешанных настроениях. Мы видим, что сейчас на премаркете S&P 500 несколько корректируется, но к концу торговой сессии можем вновь увидеть и перехай. Ну а теперь давайте посмотрим как раз основные инструменты, то есть что у нас сейчас на рынке происходит и что мы можем ожидать в ближайшее время. По евро-доллару на этой неделе мы видели вновь локальный максимум, затем мы уходим в коррекцию. В принципе сейчас с точки зрения текущих уровней мы можем ожидать также продолжения данного восходящего движения. То есть коррекция была пусть и не такой сильной, покупки чуть ниже там в области 17.65 были бы чуть более интересны, но сейчас мы видим то, что с точки зрения часового таймфрейма евро-доллар сегодня смог закрепиться выше локальных максимумов, которые были сформированы вчера. Это может быть неким разворотным сигналом. Здесь на всякий случай я для себя поставил отложенный ордер. Цена до него сейчас корректируется. Это отложенный ордер в минимальных значениях, которые были сформированы вчера. То есть по цене 1.18.20 стоит у меня отложенный ордер со стоп-лоссом как раз за минимальными значениями, которые были сформированы вчера в четверг. Если скорректироваться сюда, то в евро-доллар я бы вошел с небольшим стопом, но с довольно-таки неплохим соотношением риск-прибыль на той идее, что рынок начнут сегодня откупать после как раз вот той коррекции, которая сейчас на рынке преобладает. По британской валюте также мы видели довольно-таки стремительное ралли на этой неделе. Затем в среду мы очень сильно корректировались. В четверг все откупили. Сейчас опять торгуемся на локальных максимумах. То есть опять же сейчас по текущим ценам, по британской валюте, ну довольно-таки опасно входить. То есть мы находимся все-таки на локальных максимумах. Поэтому коррекция, вход на коррекцию здесь имеет смысл быть и более разумным. Поэтому если находитесь в покупках, то пока их имеет смысл удержать. Ну а новые покупки, на мой взгляд, имеет смысл открывать чуть ниже. То есть в области 1.30 или 1.3060, ну или 1.29, если нам дадут. Ну и мы увидим вновь восстановление данного восходящего импульса. По паре американский доллар, канадский доллар также продолжается в нисходящей формации. Мы подошли к области минимальных значений, которые вы видели в январе 2020 года. Следующая цель снижения это уже на 1.30. Именно туда пара и идет. Сейчас мы видели в среду небольшую коррекцию, которая вчера завершилась. Сейчас мы фактически продолжаем вновь нисходящее движение. Но по текущим ценам, опять же, продавать по самым минимальным значениям данную валютную пару, на мой взгляд, опасно. Поэтому если входить и на продажу, то нужно ждать более значимых уровней. То есть более затяжной коррекции, которая здесь может произойти уже на следующей неделе. Вряд ли мы это увидим сегодня. По паре американский доллар, японская иена сценарий на продолжение нисходящего движения, о котором мы говорили на прошлой неделе, он реализуется. То есть все еще мы находимся в фазе нисходящего движения. Основной тренд сохранится нисходящий, поэтому продажи здесь также остаются в приоритете. В среду мы также здесь видели небольшую коррекцию, которая завершилась фактически сегодня, после обновления локальных минимумов, которые мы видели вчера. Поэтому пара доллар-иена вновь идет на область минимальных значений, которые были 19 августа сформированы. То есть цель остается нисходящая, доллар продолжает падать. Австралийца также продолжает рост. До этого, наверное, не было хороших точек, интересных сигналов для входа на продолжение, хотя общий тренд сохранится восходящий. И основная идея в моем случае остается именно покупать на коррекциях. Сегодня я также поставил здесь отложенный ордер на случай, если мы увидим еще один рывок вниз до отметки 71.47. То есть это как раз область минимальных значений, которые были сервированы вчера, но не уйдем ниже данного уровня, то в эту позицию я бы вошел с целями как раз обновления локальных максимумов. То есть цель довольно-таки близкая, поэтому и точку входа поставил чуть ниже на случай как раз реализации данного сценария. Стоплость я убрал за минимальное значение четверга и минимальное значение, которое было 14 августа. Поэтому посмотрим, как этот сценарий будет реализовываться. Опять же, не факт, что мы сейчас войдем. Вполне возможно, что в текущих уровнях мы можем уйти дальше вверх. Но, тем не менее, здесь все так же продолжается работать идея вход на коррекциях и на сохранение как раз восходящего тренда по австралийцу. По новозеландцу позиция, которую я открывал, закрылась. Вышел я по точке входа. Довольно-таки неплохой плюс. Мы давали два дня вот эти росты, которые были. Но все-таки до моей цели позиция не дошла. Поэтому я принял решение не закрывать ее по тем ценам, которые были. А переместить стоплость уже по точку входа. Для того, чтобы защитить свой счет от убытков, которые могли бы быть. Хотя сейчас мы видим, что цена обновила локальный минимум. Мы ушли еще ниже. Поэтому здесь отработка данного стоплость, я считаю, была оправданная. Но не дали рынку дойти до целевых значений. Будем искать новые возможности для входа. Пока новозеландец тоже выглядит довольно-таки неплохо для продолжения восходящей формации. Но этот месяц, именно август, пока для новозеландца проходит в нисходящей формации. Мы видим, что новый локальный максимум, который появляется, он все ниже предыдущего. То есть ниже максимум, который был зафиксирован в июле. И пока мы не видим вот этого продолжения. То есть коррекция здесь несколько затягивается, как мы сейчас видим. Но я для себя также продолжу искать возможность пока покупать на тех коррекциях, которые будут здесь формироваться, по крайней мере, до уровня 63.80. Возможно, будут сформированы какие-то локальные уровни еще чуть выше. Но об этом мы поговорим уже в наших следующих трансляциях. Опять же, идея остается покупать на коррекциях, но к сегодняшнему дню, вот на пятницу, здесь новых точек для входа я для себя пока не вижу. Золото также уходило в среду в коррекцию. Видели мы новую волну распродаж, но тем не менее удержались выше отметки 1924 доллара за тройскую унцию. Закрепление выше максимальные значения, которые были сформированы в четверг, даст новое предпосылки для еще одной волны роста. Ну и, в принципе, тогда мы можем ожидать продолжения уже движения в область 2050-2100 по золоту. На текущий момент мы видим локальную коррекцию, которая может продлиться, если мы уйдем ниже отметки 1924, то есть минимум, который был сформирован вчера. Опять же, покупать сейчас пока рановато, то есть нужен ценовой импульс, ценовой рывок как раз в сторону восходящего тренда, чтобы говорить уже о новых покупках. Ну а те покупки, которые были открыты чуть ниже, там по 1800 или 1700, пока их имеет смысл продолжать держать, на мой взгляд. По индексу DAX, сценарий, сделка, который открывал на продолжение того, что DAX будет повторять историю индекса S&P 500, она не получила сильного подтверждения. Да, мы первую половину дня видели в среду рост, вошел довольно-таки неплохо по минимальным значениям, но к концу, к началу уже понедельника, к началу уже четверга, прошу прощения, индекс стал проседать и сделка закрылась у меня по стоп-лоссу. К сожалению, здесь у меня не было возможности переместить стоп-лосс уже в безубыток, так как рывок этот прошел еще на пресс-сессионной торговле, и, собственно, если бы этого не произошло, то, скорее всего, стоп-лосс я бы передвинул. Но такое бывает, да, то есть стоп-лосс у меня стоял для меня в разумных пределах, да, риск был чуть больше, чем полпроцента, поэтому здесь, в принципе, все отработало довольно-таки неплохо. Ну, единственное, что сделка не закрылась, да, положительно, поэтому здесь, с точки зрения торговли по DAX, если будет еще одна волна снижения, то есть в область 12, например, 400, то оттуда я попробую еще раз брать на повышение, особенно если по S&P 500 будет также коррекция, и дальше эта коррекция уже завершится, мы вновь увидим волну роста. S&P стоит вплотную к историческим максимумам, к локальным максимумам, которые были обновлены как раз на этой неделе, но все еще сложновато индексу идти дальше, то есть мы видим, что индекс идет, ну, вот, крайне-крайне медленно к своим историческим максимумам. Сейчас торгуемся чуть ниже, но к концу этой недели, то есть, в принципе, вчера мы видели такое снижение, которое мы обсуждали как раз в начале видео, сейчас мы тоже несколько корректируемся, но вполне вероятно, что на этой неделе могут продолжить как раз откупать, чтобы закрыть индекс все-таки в зеленой зоне. Поэтому сейчас идет яростная, как по мне, борьба быков с медведями, ну, кто же будет победителем, ну, узнаем уже по факту. Сейчас мы можем сделать только предположение, скорее всего, индекс могут откупить, если никаких негативных вещей не будет, уже компании ключевые из индекса S&P 500 на этой неделе отчитались, отчитались довольно-таки неплохо, что было драйвером роста, ну, и, в принципе, тот негатив, который был с точки зрения новых заявок на пособие по безработице, и транскрипт минуток ФРС, который тоже был опубликован в четверг, он, в принципе, уже учтен рынком, и вполне вероятно, что рынку дадут еще возможность удержаться чуть выше. Ну, а нефть марки Brent вчера, также мы видели небольшую коррекцию, если мы посмотрим с точки зрения часового таймфрейма, но быстро вернулись обратно в область 44-45. Опять же, сейчас пока мы видим больше торговлю в боковике, нижняя граница это 43, по CFD на нефть марки Brent верхняя граница это 45. В области 43 при появлении сигналов как раз на продолжение данного восходящего тренда имеет смысл покупать, ну, то есть покупать не сейчас, не у верхней границы, а у границы нижней. Но для себя пока торговлю по нефти марки Brent я не рассматриваю. Довольно-таки интересная неделя, довольно-таки интересно она заканчивается и может закончиться, поэтому будем с вами следить за текущей ситуацией. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам понравился обзор, если у вас появились вопросы, то оставляйте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Ну, а мы с вами увидимся в понедельник и посмотрим, как закрылась пятница и что мы будем ждать от недели на предстоящей. Всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, компания Admiral Markets, увидимся на следующей неделе. Продолжение следует...